Итак, вот у нас редуктор на месте стоит. ДПС, кстати, кто не знает, где написано. Вот оно написано все. Все ясно, все понятно. Вот так работает насос, все услышали. Привет, канал. Вы часто спрашиваете меня в отношении заднего редуктора много вопросов. Первый вопрос, самый часто задаваемый, это что заливать в задний редуктор. Я вам постоянно пишу в комментарии. Вы можете их и дальше писать, это только хорошо. Но дам ответ прямо в начале видео. Еще. Эта жидкость называется ДПС. Не АТФ, никакие другие жидкости, только ДПС. Дело в том, что в 98-м году или в 99-м была отзывная кампания по АТФ-ке. То есть уже масло, которое подходило в коробку автомат, сюда теперь не подходит. Льем только ДПС. Второй вопрос, который вы часто задаете мне, это взаимозаменяемые ли редуктора? Да, они взаимозаменяемые. То есть автомат, механика, без проблем. Первое, второе, третье поколение, без проблем. Четвертое поколение редуктора, естественно, не подойдет, потому что он уже имеет электронный насос. Слишком много переделывать нужно. Все остальные стоят без переделок, без проблем. Снимаете, ставите, едете. Теперь четвертый вопрос, на который ответ так просто дать не получится. Это почему скрипит задний редуктор, почему трещит при вывороте колес. Лечится, многие говорят, что это сменой масла, но иногда смена масла не помогает. Вот. И сегодня, наконец-то я доездился на этой машине до такого состояния, что она уже просто не скрипит, она уже просто трещит в вывороте. Я покажу вам, как это происходит. Давайте. Выворачиваем руль вправо. Слышно, вправо. И теперь руль влево. Тоже трещит. Ну и, естественно, пист при подключении фрикционов тоже никто не отменял. Но еще добавился еще один шум, когда разгоряем до 90 км в час и отпускаем педаль газа. Появляется ввой такой, как практически у электрички. Тоже он происходит сзади. Сейчас я поеду и сниму этот редуктор, разберу и разберусь, в чем проблема и поделюсь с вами. Итак, раскололи редуктор. Первая трудность, с которой я встретился, это то, что вот этот последний фрикцион, вот он, он застрял в середине и его пришлось практически выклупывать. Я знаю, что у многих возникает проблема с ним, когда он стирается, этот самый первый фрикцион. И из-за него уже все остальные проблемы возникают. Дальше, в принципе, здесь у меня все наборы практически все в полном порядке, не стертые, не подпаленные. Но масло было достаточно грязное, когда мы его сливали. Так, это что касается фрикционов, я их промою и соберу назад. Теперь, в отношении дифференциала, мы его тоже раскололи, и тут у нас есть такой звук. Что-то мне он не внушает никакого доверия. Этот звук, мне кажется, что так не должно быть. Подшипники прекрасные, но звук не как бы не подходящий. Я сейчас возьму другой такой дифференциал сзади, с такого же самого редуктора, и посмотрю, как там. Потому что, на мое мнение, вот так быть не должно. Вот, вынял второй дифференциал с подобного редуктора. Здесь тоже такой храпостящий звук, да, но сам дифференциал намного плотнее. То есть, тот, который в левой руке. В правом больше, больше, как бы, такое ощущение, что как бы больше раздолбан. Тут есть люфт, тут есть люфт. То есть, как бы, не видно четко, что вот эта деталь точно убитая, а эта точно нормально. Они практически обе одинаковые, но есть немного разница. Сейчас, тут, кстати, сетка абсолютно чистая, хотел обратить внимание, на магните никакого налета. Ну, только чуть-чуть есть такого пыли, так, металлической. Мы сейчас это все просто вымоем, просто бензином вымоем, вытрем, выдуем, зальем новое масло и поставим назад на машину и проверим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, видите, руль вывернут максимально. Никаких звуков из редуктора нет. То есть, можно считать эту проблему побежденной полностью. То есть, все работает, все подключается, ничего не вводит. Руль до конца тоже влево. И никаких неприятных звуков. Ну, вы сами видели результат, редуктор проработает просто превосходно, никаких шумов, вибраций, писков, визгов, ничего нет. Подключение проходит плавно и отлично. Важное в промывке редуктора, это как раз вымыть остатки старого масла. Ведь оно превращается практически в клей. И вот как раз этот клей создает вот эти вот все звуки, которые нас так сильно тревожат. Если у вас CRV третьего поколения и у вас разлетелась шариковая муфта, тогда ваш выход это только контракт. Поскольку купить шариковую муфту будет очень дорого. Контракт это действительно будет выход. Что мы достигаем разбирая редуктор? Во-первых, мы можем качественно вымыть все, почистить сеточку. Посмотреть, кстати, на фрикционы, очень часто сгорает или первый, или последний фрикцион. И хотел заметить, что с коробки автомат, он не такой, это отдельный комплект фрикционов, который отдельно заказывается. И тут у вас возникнет вопрос. А что если я не хочу разбирать редуктор и хочу как-то попробовать промыть его стационарно? Что тогда? Можно это сделать. Я слышал такой вариант, когда завешивает машину на подъемник, затягивает ручник, но не до конца. Включает какую-либо передачу и когда начинает работать полный привод, ждут, пока редуктор перегреется, отключится. Тогда сливает это горячее масло, заливает новое. Но опять же, такая процедура может тоже не работать с первого раза. Поэтому иногда ее повторяют два раза. Другой же способ, если у вас нет подъемника, это несколько раз поменять масло по 20 баксов за бутылку. И ожидать в надежде, что все пройдет и все станет хорошо. Иногда такое работает. Если у вас есть много масла или доступ к нему, без проблем, заказывайте жидкость ДПС и меняйте. Но я все же остаюсь сторонником того, что его лучше разобрать и своими глазами на все посмотреть. Но если все-таки проблемы у вас с редуктором и контракта вам не избежать, моя почта вот здесь. Кнопочка подписаться тут. И до встречи на канале.